10 секунд remaining по поводу этого лондруида ферст пиком лондруид это значит то что продота не хочет отдавать эту игру она не хочет идти на какие-то эксперименты просто так она не считает то что победа дастся им просто а как же вот отсутствие кентавра в пиках и в банах кстати тоже возможно он будет следующим пиком но лондруид обычно летит ферст баном а кентавр остается напоследок просто насколько я видел кентавр очень круто работает именно против этого персонажа очень странно что оппонент берет себе андерлорда я несколько обескуражен этим ну возможно они мало играли против лондруида возможно есть еще какие-то причины возможно у них уже есть заранее какая-то заготовочка против этого кентавра возможно не сами собираюсь его взять хотя они вы это уже сделали андерлорд это уже будет хардлайн я так думаю ну да то то и оно что кентавра теперь уже если только совсем в лес позиционировать но это как-то совсем жестоко оставлять рубика соло саппортом ну да ладно а кого ты думаешь доберут еще про доти ну видишь есть уже у них эр спирит это будет скорее всего просто румящий саппорт ничего особенного ну я думаю кентавр здесь действительно еще можно заплететь мы можем увидеть как видишь с баном его не спешат и пикать его тоже никто не хочет пока что так что это все остается очень скользяще ну а так думаю останется такой же методовый пик что-нибудь типа огар мага вторым саппортом что-то типа джиггернаута в мид хотя не факт может это лондруид будет так там же уже есть земелька которая ромить будет или ты думаешь что тут как бы два таких ромящих персонажа ну когда есть лондруид тот самый лондруид который в нынешней мете очень быстро ввозит свои артефакты идет сносить мне кажется нужен как можно более агрессивный пик ну да с лондруидом огар конечно очень круто заходят но мне кажется что все таки визе мне кажется что все таки визе потому что да и на самом деле сейчас такое такая вот стадия пика на которой это все еще очень скользко все это опционально то есть мы не можем сказать какая стратегия пока что будет у команды сил тьмы и у сил света тоже все вполне может измениться в последний момент ты видишь у нас алхимик полетел в баннер действительно в последнее время про этого персонажа вспомнили ну да что то он опять начал набирать популярность но барон которого вроде как не так давно еще никто не помнил тут бац он просто в половине игр залетает интересно будет посмотреть что тут коллективы придумали потому как лондруидом пока что справляться не чем андерлорд конечно персонаж крутой но увы лондроид стоит слишком на большом ранже чтобы даже пассивка включилась ну нужно как-то во-первых подготовиться к отпушу дефы своей стороны кто это может делать мне кажется тут просто надо контратаковать тут отпушивание отпушивал дурит будет так удар за ударом методично просто сносить ну контратака опять же ну смотри а пока они атакуют лондруид вполне себе может сплет пушить причем он делает это очень быстро не я имею ввиду вот когда идет атака вместе с лондруидом как раз надо не пытаться отпушить а именно контратаковать на лондруида ну иначе будут огромные проблемы ну ладно это тоже такое опциональное наверное видишь урса уже тоже сидит в ваннах тоже герой про которого внезапно вспомнили достаточно сильный персонаж и самодостаточный на самом деле он хорошо бы зашел команде про дота в качестве макири ну да и слон не с эндерлордом он может постоять на начальной стадии он просто будет не парить как когти стакать и забирать его да и сэрспиритом это будет круто он подконтраливает надолго но в принципе баны достаточно хорошая вот что в пиках будет предугадать как-то достаточно сложно хотя рубик эндерлорд тут надо какой-то второй саппорт либо контроля щей либо не знаю дизраптор какой-нибудь просто контроля в принципе сейчас уже достаточно есть рут от андерлорда есть силикин из рубика силикин из откат большой слон друидом его надо или переконтроливать или быстро убивать нас быстро убивать будут проблемы в варлок будут все-таки пытаться как-то ауешным дэмэджем видимо через фото албанцы пробивать ну ладно тоже вариант тем более что джиггернаут да кстати уже про него говорил видимо это все таки будет джиггернаут мид и лондроид пойдет в изи видимо так и будет лондроид опять же за счет своего рейнджа может потиху подфармливать с андерлордом и не бояться так что его можно будет даже одного на лайне периодически оставлять так что второй саппорт не сильно напрягаться будет ну вот то есть действительно можно взять второго саппорта который будет акрессировать можно на это пока что остается действительно опциям и наверное для того чтобы усилить и джиггера и лондроида стоит задуматься о ком-то бафе насчет бафов хардлейн это сложно придумать хотя опять же тут же абадон почему нет что это тоже до сих пор стороне естественно кентавр все еще остается невероятной штукой просто покупаешь агане мы или спасаешь или начинаешь все дела террор вот террора нужно много спейса 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 а где его взять когда ладра будет давиться джаггер со своими просто идти и помогать команда поэтому действительно интересно и все-таки мне кажется что где-то у нас кентавр должен фигурировать как минимум в пиках или в банах я ну вот смотри сейчас для пруду ты просто идеальный террор блэйд на начальной стадии нет это дарксир ну ладно хорошо тогда надо ну блин опять же остается мой любимый дизрафтер под дарксир и стянуть статик шторм кинетик филд все дела спирит это будет круто но предпримут ли они это вопрос а насчет кстати говоря кентавра вот реально он бы против террора блэйда на начальной стадии очень круто заехал ну есть не срослось видим то что в банах сидят у продота героя которых они уже успели обжечь предыдущих играх предыдущих турнирах скажем так кто-то меня слушает не хотят они видеть дизрафтера и это правильно потому что с дарксиром комбинация очень крутая но всегда еще можно придумать каких-то других героев да и мне кажется все таки не хватает напоследок какому-то ое дэмэджа чтобы можно было это как-то стакнуть ну да желательно что-нибудь со станчиками ну приступила быть с ауешным станом с ауешным станом ну варлакове забрали ну да из лордар в бане остается какой-нибудь тай духа ну тай духа тут не зайдет р-спирит камнем то будет сложно нормально застанет под стяжку знаю не дай с от него тоже много дамы наносить будет это думаю ну да с с контролем вопрос 1 р-спирита маловато будет я думаю если ли саленса какой-то а дизрафтер очень сильно подпортил планы продать ему в банах именно мне каждый зрели на него классно вот тут был бы он просто идеальным пиком и подцепить инициировать и сайленс да чтоб террор блейд просто не смог сандер поражать опять же рейджовы и поначалу андерлорда очень бы неплохо погонял но сейчас надо задуматься кого бы еще можно взять ну в принципе да маны дарксиру заливаться спирит по мане проблем не будет джаггер палкой направо и налево раскидываться будет и террор будет хороший приятный на и террор будет страдать хороший вариант очень крутой опять же террор блэйд прожать форму три удара до этого момента когда он будет форме что ты себя представляет дожить еще надо естественно еще он нельзя исключать того факта что кристалл к может просто купить себе гос септор чуть ли не первым артефактом и на пофиг ставить кастовать свой ультимейт действительно тоже вариант мне кажется это будет именно четвертая позиция цемочка который будет подформовать леса да видимо так андерлорда в соло нагонять не сможет ему что надо купить колечко кого-нибудь на хапориген даже вот этот на 2 уже все цемк его пробивать не будет легионка это будет нет вот этот поворот легион тут вообще не ждал честно говоря но тоже вариант очень крутой для того чтобы как раз прыгать цеплять ландруида а с блэдмейлом он еще и себя сам убьет да действительно понимаешь такой боевой пик получился с помощью этой легионки не ожидала ее но действительно это был мне кажется чуть ли не единственный подходящий вариант ну и посмотрим как это будет реализовываться то в принципе здесь достаточно тонкие персонажи против каждого можно так или иначе кставать дольку приятненько единственное что с джаггером такое себе если он успеет закрутиться то его пронюкать будет некому да если ну или перестать крутил дарексир это уже всякое бывает вот дарексир вопрос может ли вывести свои артефакты потому что если он вывезет мяку минуту так в общем быстро если вывезет то он может даже от легионки спасать то начало так что тоже от него достаточно многое зависит ну и в давлении он также с этими казмом будет очень помогать кушать то в урочке потиху совряжаться интересные пики на самом деле но не самые стандартные при этом действительно в некоторыми местами удивительно особенно вот это вот цем как и же давно ее не видел ладненько и давай потиху представлять коллективы гартер у нас играет на лондруиде инсене на кристалл мейден кому возьми у нас будет играть на р спирите микки играет на джаггерноут и чешурийский код поиграет на дарк серии команда про дота гейминг у команды у команды jr условно скажем так джер будет играть на варлыки да прощение стали будет играть на варлаки катрика будет играть на льгиом командоре блу будет играть на андерлорде Гри будет на Рубике, и СТСТ будет Террублейдом. Вот такой вот у нас пик получается. Удачи друг другу желать крестиво. Действительно, каждому она здесь понадобится. Мне говорит, Дарксер, интересно, он затарился чисто кларитосиками. А, он забирается давить по максимуму. Да, сейчас мана, конечно, очень нужно Дарксеру. Скукуна, кстати говоря. Кстати, всего две штуки, не так уж и много. А, в курице все остальное. Ясно. Что-то он себе тащит. Сейчас посмотрим. Хочет сразу влезть пойти. Хорошо. Почему бы не откинул на крипа щиток, ушел в армии. Ну, он щиток, пошел в армии. Тоже. В принципе, он достаточно плотный, чтобы там потерпеть. Можно даже и так попробовать. Наценка, в принципе, без того, он закупился. Собирается. У нас все-таки Джаггер вниз пошел. Да. Будет именно он против Андерлорда. Ну, не знаю, вариант достаточно. Семка, на самом деле, очень классическая СССР. Классическая, да, но против все-таки Андерлорда. Ты к тому же, там и Варлок будет. Все-таки рейнджом, юнитом стоять было бы попроще. А в миде Джаггер против легионки. Ну, такое милишное противостояние каждому Папурменс-шелду. Друг друга не пробиваем. Мы вообще великолепно. Такой был бы ровный лайн. Ну, ладно. Видимо, есть какая-то идея. Может быть, даже попробуют написать ФБС закручивать. У нас Андерлорда пакет. Кролин Болдер. Ну и минус Андерлорд. Отлично. Видимо, из-за этого и поставили. Да, действительно, дамеджи огромное количество. Можно этим пока что пользоваться. Ну, напомню, что да, пришел Ирисперид, думаю, он и дальше будет гонять противников по карте. Тем более, что много неприятностей он может в телегионки доставить. Ну, если только поначалу, и то так просто погонять с ландруидом, пока корней не будет, я думаю, фрагов также мы не увидим. Так что тоже экспу подличивать не стоит. Ну, кстати, нынче на Мажоре был достаточно интересный вариант, когда нападение было через медведя, которого фурштапали. Чтобы, дай бог, рут прокнул. Ну. Смотрел, достаточно интересно и достаточно красиво. Когда это гидвизь, понимаешь, вот ты можешь играть. Голдер у нас в легионку, и... Нет, фрага тут не будет. Видишь, пытается как-то мешать? Отгонять пытается как-то. Ну, а больше и не нужно, понимаешь? Крипом не может подойти, опыт не получает, денег не получает, и, соответственно, полтолка от нее будет меньше. Ну, да. Опять же, корни нужны. Без корней тут. Попробуй подцепить этого персонажа. Ну, посмотрим, как рандом будет здесь работать с этим персонажем. И, возможно, он и перевернет эту игру, потому что без корней здесь достаточно маловато контроля. Сколько мы видели этих лундруидов, которые просто... Первый удар корни. Откадышились корни. Сразу корни. Да, персонаж очень великолепный, особенно если прет. Ну, если проплачено, то куда ты денешься? Передний бюджет. Ну, а смотри, у нас встретилась СМ-ка с Варлоком, и, кажется, она отъезжает. Нечем ей. Ну, хостат тут, это приговор. Ну, вот и все. Такой вот на ровном месте фраг получился. Немного денег на вардишке себе заработал, на тапочек, скажем так. А всеми временем. Дарксир у нас уже четвертый уровень. Закатывается на Уролинболдере у нас уже спирит в террора, и террор, по-моему, приехал. Куча щиточков, да, он просто сгорел на работе. И Рубик, возможно, умрет. Умрет. Как же ему больно. Как же это? Большой удар, а он даже не качал, а только что качалки на снежиле, ты спасешь, но нет. Щиточек оказался сильнее. Еще и снизу у нас дракова, Варлока убили еще, по-моему, приговорит тут у него. Слушай, не пробьет же ЦМ-ка его. А наряду же есть Шиггернаут? Куда деться? Отбился фласочкой. Вот он ландшот возил. Ладненько. Девай, фраздевать снизу. Слушай, они так очень активно начали дают у него оппонента, несмотря на то, что, казалось бы, персонажа у него оппонента. Опять же, достаточно плотный, есть подхилл. Как им это удается? Может, все-таки оппонент ошибается больше. А плотные-плотные, но вот Варлок, он плотный, как сойти с ними подхилл, но сам по себе он не особо жирный. Есть Рубик, который страдает абсолютно всегда. У нас Андерворд уже умер, сколько? Да, но Андерворд, опять же, мне кажется, делала именно в той самой связке бессмертной в виде ЦМ-ки и Джиггернаута. То есть контроля хватает. Но прошлый раз, заметьте, его убили с помощью Распереда. В этот раз, мне кажется, он придавил, пытаясь спасти Варлока. Так что, просто подставился. А может быть... Может, и не будет. Ладненько. А налихует опять? Пропот, товар. Понимаете, работает очередной раз. Обидно, лага, тестер, вы, действительно. И как бы здесь не отъехать Распереда. Но он отходит назад, бежать за ним пытается. Рубик догонит литв. Так там, там, тонко нету. Еще и руну забрал, еще и укатился. Видишь, как все хорошо сыграно. Великолепно он себя чувствует на карте. Ну, кто его тут, кстати, может убить? Ну, террор в форме. Все. Слушай, а земельки-то действительно лофа просто по карте бегать и гангать всех вокруг. Пока дуэльки мы не увидим. У тебя реализовывает на полную катушку. И ДД у медведя. Как это будет реализовываться? Сейчас будет больно бить. Да, можно как-нибудь погрызть, но Потавр не хочет его закидывать у нас медведь, потому что все-таки потерять у этого дела не очень хорошее. Слушай, а корни-то уже есть? Корни есть. Сейчас можно и подстрелять. Кстати говоря, сюда выдвигается у нас цемочка с земелькой и будет, по-моему, заход все-таки Потавр. Будет мясо, да. Бедная легионка. Я уже просто чувствую эту боль. Прожимается Рэббит, пакет. До свидания, легион-коммандор. Рядом еще подходят саппорты, и они достаточно тонкие, чтобы умереть от этого же самого проказа. Тем более, что цемки разбежались, так как-то ее спирит отходит назад. Не очень уверенно делать ТП-аут на всякий случай и уходит безнаказанно. Опять же, ТП может сбить только Рубик, серьезно? Ну и только легионки. Все. Печаль. Тут реально можно просто таскать с собой ТП-шку чуть ли не из-под Таура их делать. Да, вот так вот здесь получается. И тем более, что Телекинез большой кулдаун. У нас 22 секунды. Это не очень приятно. Попробуй тут избить ТП и зацепи персонажей и спаси кого-нибудь. Это представляется как-то невозможным, что ли? Ну, а что поделать? Анна, или поздно, конечно, будет у легионки башера, я думаю. Но это явно не в начале. И это явно не всегда будет работать. Ну, да. Ладненько. Тихо, САП. Карта у нас разгоняется. Смоук очередной. Видимо, легионка опять будет страдать. Или нет. У нее за спиной есть союзники. Можно попробовать даже... А можно ли они помочь? Ну, смотря как у нас все-таки... Кому же мне кажется, в таком противостоянии именно Эрспирит и ЦМК они все-таки поопаснее будут. Услушаю. Как тебе нет? Как тебе нет? Почувствовал проблему. Ака Рубик подстрял, получает пакет, Ринболдер и, по-моему, он тут отъехал. Камешек надо ему в голову закинуть. Нет, промахивается. Рак будет. Нет, не будет. Глава твои нет. Без какого керрия еще туда бежит легионка. Неужели здесь кто-нибудь подстрянет? Нету здесь дуэли, нету Сайленс. Неужели не убежит отдастся здесь дуэль? Да, действительно, это... 3D за ребенки. Как-то дешево, честно говоря, это дуэлька была выиграна. Да. Зависит любую силу. Вот так вот отдается спеть фраг. Команде сил тьмы и про дота делает первые ошибки. Ну, как ошибки? Может быть, они просто, знаешь, на куружении немножко пошли, видят саппортов, бей-беги. Ну, да, наверное, так делать все-таки не стоит. В ответ макеи от сил тьмы и они натыкаются на ЦМК. ЦМК-то очень лоу-хп, прижимает она святыню, хирится, как может. И это ее спасает. Подкатывается сюда еще и распирит, цепляет варлока, пытается еще краешком камня подцепить. А Рубика в итоге погибает. Да. Мне понравился этот камень в сторону, так что ты не уходи далеко, мы сейчас к ней еще вернемся. Знаешь, было бы забавно, если бы они действительно взяли, развернулись, еще бы Рубику наваляли. Но цельный порт, все-таки штука такая, подцепили у нас террора. Зато террор бы, да. Бедалага. Как вы жмут эти щитки, это просто жесть. Ай, сколько дыма же он тут влюбил? Оказалось бы, 250 от земельки, 180. Собственно, Дарксир, который исключительно щиток накинул, а террор-то уже и умер. Ну, Дарксир здесь у Орлео, он стоит практически все время соло, у него уже девятый уровень, замакшенный на щиток, еще и замакшенный вакуум. Так что, действительно, там уже очень много. Да. Слушай, деничку, потому что убегает особо никому. Да, и на это все хорошо. Ладненько, что у нас, в принципе, по артефактам такого интересного появилось? Джаггер, Доминатор планируют. Ту-ту-ту. И все, наверное. Теперь, к слову, он Мекку не спешит делать. Сразу в худ, что ли? Да, видим. А почему бы и нет? Здесь, как мы видим, команда под Севи не особо нуждается, они хотят убивать. А может, кто-то просто против Андерлорда? Да и там, в конце концов, первый спел у Легионки крайне больно дамажит, если вы будете планировать давить сети Мэй. Ну, в принципе, мне кажется, это равнозначно вариант Мекки, но более юзабельный в этой игре. Подожди, ну, Мека 250-ка по Пайпу, там, 400, по-моему, блочит. Ну да, там еще Реген. Реген, по-моему, это вот там. Ну, Реген посильнее, там, по-моему, активируется гораздо более сильный Реген, когда пожимаешь Пайпы. Ну, не буду с тобой спорить. Может быть. Не могу сейчас сказать тебе точно. Но мы видим то, что у Медведя есть сейчас Инвиз, стоит он где-то. Господи, как он опасный сейчас стоит, смаках у него за спиной три члена. Сейчас будет заруба, поцепили у нас Андерлорда, еще и, конечно, что прилетает Андерлорд, по-моему, приехал. Очень, конечно, так и есть. Ну, и Легионка ультанул. У нас в Медведи, Медведи должны забирать. Рык отличный! Подсевел себя, хотя бы даже не отдал. Великолепно. А все разбежали. Дверым, но продолжение, где? Саппорт это ушли. А саппорт разбежались, еще как только напали на лоб, не понятного. Это зря, по-моему, еще один удар. Да, Рубика добивает. Как-то по одному вернулись все. Зачем? Я не понимаю, почему вообще они пошли. Опять одна. Слушай, мне убьет, я что-то уже забывайте бы и наваляло. Прилетает сюда еще Андерлорд и, возможно, подцепится земельку и не дадут ему отсюда уйти. Нет, слишком он шустрый. Бросили его. Не понимаю, почему у Андруида бросили в соло саппорта. Вполне себе могли помочь отбиться, тем более, что он укреплений, конечно, круто. Да. Укрепление там было, поэтому можно было более достойно отбиться и даже возможно у Андруида не потерять. Что сделано, то сделано. А дуэльку, тем более, все равно не отдал у Андруид. Ну, это, наверное, пока что единственный плюс этой драки. Наверное, больше их тут увидеть сложно. Но, с другой стороны, Легионка, если все так пойдет дальше, будет набирать дамыж достаточно быстро. Да, мы видим то, что она не теряет возможность заработать себе немного дамыжей и это будет ей только в плюс. Что-то у нас тут опять грандиозное намечается. Ну, как грандиозное? Нет, уже 100 левел. А, нет, все 100 левел. Все 10 человек с карты. За Тауру уже Джаггер забегает, сбили смоки. Тауру и только забрали подспили Андерлорда, падает голем на голову бедному комбузьми. Но он укатывается отсюда, Джаггер раскручивается, цемка ультонула как-то посредственно и Андерлорда все-таки отъехал, несмотря на Сандер. Ну, когда тебя летит джаггерналт и ты не особо ФХП, это уже приговор, мне кажется. И вот так вот, вроде как, ты говоришь, что-то масштабное должно было мутиться, а в итоге погиб только один герой. Ну, опять же, вот это вот вялая попытка как-то, прожали смок, смок спалили и сразу, знаешь, такое, вдруг сейчас на нас нападать будут. Понятно, просто испугался, по-моему. Он подставляется или беда у этих героев, на которых он напал. Видим то, что много хп теряя противники и действительно отлетает здесь Рубик и вскоре отлетит легенка. Так, здесь есть дуэлька, но не думаю, что она и выиграет слишком вяло. Она бьет, но цепляется вовремя андерролдерам, прошу, причиня, андерролдерам, здесь и спирит и цепка уходит. Она уйдет, ничем остановить нету станов. Вовремя сюда подошла цемка. Написали фраг, еще главное, что она не била вот эта вот, знаешь, пагубная привычка, кто-то бьет легионку, бит легионку. А если порог нет лишний контур, вот из-за этого могла быть и выиграна дуэль. В общем, интересное решение принимаются здесь, однако под фит все-таки есть некоторые с обоих сторон. Равный размен, на мой взгляд, хотя, учитывая то, что преимущество все-таки про доты, а команды внуки спидал гораздо больше. Ну, можем быть. Что-то опять торгсир кого-то находит. Слушай, а все-таки он мне куда прикупать будет? Купил ху-то сразу выходит в миг разум. Еще все-таки не торопись события для себя он купил этот ход. Думаю, позже все-таки его лапнет фейку. Наверняка вряд ли он будет просто так вот лежать для него одного. Да, в конце концов, отличный артефакт. Может кого-то спасти в какую-то трудную минуту. Да, оценка все-таки оказывается на пятой позиции. Ничего нет и не будет появляться, поэтому такие будут веленькие ультимейт в стране. А Лондроид уже с Драгонменсом. Ну, практически фрифарм стоял. И, кстати говоря, Лондроид у нас... То, что Лондроид все трикоры про доты держат у нас поэтому все у них великолепненько пока что. Очередной смоук, очередное собрание в пятером, в четвером Дарксиро в лесах стоит. И заход на товарочек отвечать, судя по всему, тут не собирается оппонент. Да, особо как-то нечем, потому что Давар уже стоял не твердой на ногах и легче было разменяться на миде. Но, к слову, на миде они не пошли. Как-то тут вяленько бьют крипов азеровые это все. Ну и возвращаемся Террор Блэйд в принципе не боятся еще в течение минут десяти. Ну а что делать с продотой, у которой преимущество десять тысяч на тринадцатый минут? Тоже вопрос. И Террор Блэйда закатывается у нас. Распередает станчик, разультился, самец повесил. С ушаками хорошую на голову спасает нас Террора. Сандер, да, выжимает у Террор Блэйд. Да, но есть один больше плюс. Голем. Голем был потрачен. Действительно, еще долго мы его не увидим и мне кажется без особого страха может продолжать давить здесь про дота. Все-таки Голем это действительно большая проблема была для команды, а теперь его нет. Ну Т2, правда, здесь стоит достаточно на фулл хп. Надо бы здесь на помощь лондроида. Да, думаю, это ненадолго. Лондроид в принципе бьет, остальные держатся рядышком. Дарксир один, как обычно, не от мира сего. Хотя, жаль. В прошлый раз он, конечно, подошел вовремя, когда нападали на лондроида, но, будь он парочка секунды раньше, возможно бы и выжил бы там медведь. Но, история не знает с полагательным уклонением и бьется от этого тавара и боятся, боятся противника. Ну вот и андерлорд против друида. Вот он кинул бедный фаершторм. И что он изменил? Да ничего. Медведь отошел, он друид сам по себе стоит и атакует дальше. Медведь забрал. Хорошо, единственный плюсик, 300 золотых заработал, но, опять же, тавр упал. Тавр, ну как солидный фраг, между прочим, так что? Так у тебя будут бараки падать, и потиху знаешь, то, что ты забрал этого медведя, не забрал, как-то вот, посредственно. А все нужно искать свои плюсы, не хотят дефить свои т2 товара, видимо, они будут закрадываться к себе на хгре и там ждать. Ну, в принципе, с големом легче действительно хайграундов, и тем более, что без него драться вообще не вариант. Ну, 60 секунд еще. Там можно реально и тавр снисорно потерять, погрызть чего-нибудь еще сверху. А можно наружу сказать, и кстати. Можно, мне кажется, без него они пойдут на хайграунд все-таки 15 минута, еще боязно. Может быть. Вообще, по-хорошему еще вижен надо там поставить, чтобы друид без особых проблем мог атаковать этот тавр. Потому что мишку, как мы видели, очень сильно пробивает тот фоер-шторм. Ну, действительно, отходят. И получается, ну, в принципе, пытается здесь как-то грызть тавр внизу, но не уменьшается от особого успеха. Бывает, я, конечно, видел игр с Рубейтом там, где на 15-й минуте бараки падают так, как будто это уже минута 60-ая, наверное, но не в этот раз. Смакет команды сейсмой и будет выход. Куда? В таких играх, честно говоря, обычно такой очень пушащий состав, не захваченная доминация, что-то типа, знаешь, Венго, террор и Джаггер, вот такая вот классическая комбинация серии иди-дави. Но здесь такая сложность из себя пока что представить. Да, опять же, тотальная вот фарма про доты. Ну, а к чему к смаке? Неужели они пойдут на вражеской половину? Это опасно. Они по-моему батили на террора. Этот террор бьет, все стоят, стерегут его. Не повелись. Не срослось, видимо, надеялись на то, что варты будут у противников, чтобы их как-то заметить, или что медведь мимо будет бегающий решит оба на вот эти фраг, но не срослось. Ну, это действительно рашанс собрать эти сейчас по доте, а не просвечиваю сканером, а место с рядом. Немножко так вот насчет от фарма. Вот сравним просто мидлейн, легионка, даггер, птшка, хардлейн, дарксир, даггер, мека, худ, арканы. Ну, смотри, понотворцы все-таки из своего мидера обгоняем. Он очень хорошо кормился на террорблэде, немало раз он его убил. Не без этого. Вообще, сложно себе представить, как это все так, серьезно. Голем падает, вруспит, очень неплохо. Сейчас надо больше потолбанцы повезти, потолбанцы висят. Хорошая стяжка по четверым великолепно и все посыпались. Просто посыпались стяжка, CM, коксов. Вдвоем разрешали. Вот просто я хочу сейчас посмотреть, сколько внесет CM, к тому же андерлор тут естественно также отъедет и попытались. Честно говоря, вообще, как и результаты особо не видно. Герой, который сочетается со всеми. Вот здесь у нас есть уже хайп-рикад, видишь CM, 2000, дарксир, полторы тысячи земелька. Шикарно скомбинировалось. Ну вот, я видишь, мы видим наглядно на этом рейкапе, как скомпоновались вот эти герои. Из них была связка, и она сейчас реализовалась. Ну, хорошее интернете в дарксир. Ну, дарксир, sorry. Ну вот, видишь. Даже контроле как-то особо не нужно, потому что контроле нету у противников. Они ничем не могут ответить, никак не могут остановить эту CM. Ну да, голему потратили, целикинезом подцепили какой-нибудь лондруиды, и все, на CM уже управу не найти. Да, слишком уж медленно подручил смейтинге, чтобы что-то поставить. Но в итоге заход на хайграунт, с аегисом, все цивильно. Стоит вард, и всем блюд, никто не боится. А кто может тут сбить этот вардец? Террор, если только прожмет форму, Рубик, если подойдет, умрет, там вообще без шансов. Ну и варлок, как андерлорд. Ну вот о чем мы вначале и говорили. Да, и всем как-то. Пать, просто как. Всем по боку на этот рут, всем пофигу на андерлорда в целом, бьют себе и бьют, ничем не отказывают. Разве что дыма же пока что маловато, и поэтому и так быстро товар падает, но это дело времени. Естественно, сейчас еще немножко золотишко вот поднаберут, шрайну добьют, наткается цехи линвард, и пойдут продолжать давление. Печальненько это все выглядит пока что. Тут-то должно забирать эту карту, если все пойдет так же. Ну, что может перевернуться? Действительно, ну, возможно, если по одному начнута вас вдруг изначально решить победить в бараке в одиночестве, если какой-нибудь файт без одного из героев, тогда действительно может как-то перевернуться игра, но все равно. Пусть хорошего така у нас по 3-м стяжка, но Рубик тут закрутился, поэтому особо цепить никого не удалось. На развороте земелька очень страдает, но Хеленвард опять же он просто хилит. И бараки уже упали. Все. Так, Семка, как же и более еще один удар и Семка отъезжает и не успевает здесь дать легионка дуэльку. Джаггер закрутился сурш. Хотел побить барак, А я же думал, что он не уйдет, но нет, не срослось. Крутилки его, да и без крутилки его особо нечем было бы ловить. Опять крутится тут. Рубик устрашает, видимо. Но поймали. Поймали хилит. Ну да, он еще и возьмет и переживет. Пережил. Нормально. Пять человек били за дуэльку забрать не успели. Террор форум, андерлорд фаршторм нажал. 20-ая минута. У Дарксиро есть грифсы. У Дарксиро есть худ. Вот тебе и... Ну зато вот одного Дарксира почти 2000 опнули всего. В общем. Ну а что тебе тысячи сейчас? На что они пойдут? Не знаю, ну террору явно надо приобретать что-то на дополнительную плотность. А то вот это вот стяжка ультооценки и все, его нету сразу же плотно. Адема что-то тоже не появится. Думаю, что все-таки с третьего спала пока что хватает. Опять же того же Друида ничего на ХБ нету. Адемка тем временем соло? Ну нет не в соусе. С помощью Ландруида забрала Андерлорда неприятно здесь умер конечно. Но и съемка осталась без ультимейта стенки тоже пока что нету. Но все равно идут по третьей стране. Ну вот спамливать теперь и вовсе нечем. Если раньше ставился фаер-шторм по КД. Сейчас только Легионка может закинуть но это вообще ничего в пуш возможно все-таки боевых здесь случится хотя 20 секунд осталось жалко и бьется торг теперь бодреть летает вместе джаггернаут джаггернаут бьет никто не обращает на него внимание пытается здесь но это берется для него смерти до его мог попробовать спирить блэд фьюри и выйдет это дамоч хорошего в джаггернаут джаггер практически отбежает но нет опять же гриф цехином варс это выхиливает отличная комбинация в очередной росте на стенку двоих ну и слушая про доты могут быть проблемы цемка практически отъехал отъехал и комментирует но сейчас можно пробовать добирать джаггер тоже умер отъехал у нас тут все почти отъехали друид пока живет слушая сейчас разворот еще настреляет террор прожимает форму добирает по-моему дарксир еще один удар и добьет не добьет добивает и друид надо друиду еще три удара 34 так а я здесь выбили байбэк легионки будет видимо возвращаться на тп прожимается ультим это друида для того чтобы побыстрее отсюда убежать и убивает рубика он слушай сейчас рампус выдаст не выдаст на блэд мэйл появился легионки ну слушай а это может быть полноценным камбэком сейчас должны были дошли до него знатно минус в итоге минус 6 получилось минус 5 и я единый грида хреновенький только за последний фраг по-моему я тоже вижу но все равно свои один фраг 800 голды мы сейчас на графиках посмотрим что произошло ну две минутки они обновятся и тогда мы глянем действительно мне кажется там тысяч пять по голде точно себе вернули если не больше с учетом того что один токсир и две тысячи стоил ну да единственное чуть-чуть оправдать про дота это то что они хоть товар снесли опять же надо было тогда дожимать цемка прожимает ультимейт и отъезжает опять что у нас андроорд но опять же потрачен он цен мне кажется просто раз его и не хватало ну или дело в том что цепанулись жигернаута раньше всех и в итоге он не так сильно состоялся в битве то есть раньше он крутился всю битву а потом в уме слэш и поймать его было невозможно только того с кого-нибудь другого другого кого-то не так вообще непонятно ну рубик это это святое да это святое его не трогать это муках у себя сказала все собирается горят бараки просто горят бараки опять же грант один опять но никто теперь не считайся на него напасть никто застыгать еще и тарксированный подхилит если что ну как всю ее стоя горем это нету голем это дело уходящий ну 20 секунд за это время уже брать могут свалиться посмотрим как это случится видим то что они не особо бодро падает но прыгать сюда со стенкой вакуум торфсир не рано ли было это дано крутится у нас рубик но ему это не сильно помогает хотя он пока что спас еще и свапается хп с ним серверблей заботливо помог своему саппорту в итоге никто не умер это уже плюс но сандера нету барак упал и стоит хеленвард восстанавливает хп а голем есть ну да в принципе это аргумент что-то как-то камбезми у нас нагло прыгнуло по-моему сейчас должен платиться за это еще он поплатился террора спасли форстаф но догорит ли он его добили просто вакуумом голем упал на голову слушаю джаггерта выживает в лейтфюре прожимает и попытается наверное убежать отсюда так и получается дарксир тоже сейчас наверное суршина жмет и просто убежит но даже вернул битвен виден жигернаута подхилил агрессами этого оказалось достаточно со временем друид просто ломает драка дракой говорит а я буду бить спокойно забрали поцепили его рутам выбраться оттуда не было возможности в итоге ты минус 2 из-за минус 2 сколько получили 902 ну не с собой могу быть все это три товара две стороны полностью именно эти фраги их вообще ни к чему не спасут золото золотом но дефот уже будет нечем серьезно смотри все таки график нас как-то немного скакнули хотя неужели вы здесь спонут не хватает скорости хотя дарси разворачивается это может быть опасно но все отошли назад смотрела на графике видели то что здесь немного да самом деле немного голды здесь выиграли действительно тысячи 4-5 не больше все из-за того что несмотря на такие вроде как обычные драки кучу фрагов там вот это вот минус 6 стороны стороны да это куча золота казалось было допустим зато уже дарксир это говорило 2000 вроде получили так да а давай порядка 150 золотых по-моему всей команде приносят это у нас сколько получается 750 золотых смотри-ка дуэлька у нас дается по медведю не пробивает совсем хотя нет а это было тяжко попитеруем где цемка со своей ультой далековато ну и без нее в принципе справились рубика забрали сейчас нужно мне стаж поражать террор террор поражал сандер успел но умер умер уже прямо на фонтане да такая вот трагичная смерть получилась еще и легионка хотя нет они уже не бегут уже вернулся хп террор но у него ничего нет да формы у него нет еще 8 секунд за это время уже потеряются все бараки вернулся к жизни андерлорд но что он сделает на мой взгляд все-таки цемка лунтует цемка сейчас останется цемка сейчас живут да действительно это ультимей от нее и минус легионка минус террор ну и андерлорд тоже соответственно погибли неудачно конечно пострял но собственно что стоит его жизнь когда падает команда вертается на мой взгляд все-таки проблема была тут андерлорд против ландруида вообще ничего не смог сделать террор блэйд также было несколько ошибкой слишком долго он должен разгоняться тут он 27 минут 28 уже мега крип видимо не обжигались дгр об этом ландруида иначе бы может быть потому как это действительно очень странные пики тысячи варлок этот который в принципе с огромным откатом и под него надо огромное уедемодж ну да ладно посмотрим на второй карте примут ли свои ошибки во внимании но пока что поздравляем про доту и уходим на небольшой перерыв это и уходим я не потому что что это это может